Не самую приятную новость узнали сегодня солдаты-срочники украинской армии. Тем, у кого срок службы подходит к концу, дембель в ближайшее время не светит. Об этом объявило Министерство обороны на своей официальной странице в соцсети. Увольнение в запас откладывается в связи с объявленной в стране мобилизацией. Предвидя разочарования военнослужащих, в пресс-службе ведомства решили, видимо, их подбодрить весьма оригинальным обращением. Короче говоря, служить вам, ребята, пока не будет объявлена демобилизация. Не расстраивайтесь и держитесь. Кто же, кроме нас, должен быть образцом выносливости, терпения и несокрушимости духа для всего народа Украины? Сегодня украинская национальная валюта установила новый рекорд. Она упала до исторического минимума. На межбанковском валютном рынке Украины за 1 доллар предлагали 12 гривен 15 копеек. А еще в декабре курс был 8 гривен 24 копейки. То есть всего за несколько месяцев гривна подешевела почти в полтора раза. Как говорят экономисты, это явный сигнал, что доверие к валюте Украины падает и как к платежному средству, и как к инструменту сбережения. Ответственность за глубочайший политический кризис на Украине несут те, кто в результате государственного переворота занял властные кабинеты в Киеве. Об этом сегодня заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Он поддержал жителей восточных областей, возмущенных незаконным захватом власти и новой губительной политикой центра. Мы обеспокоены известиями, которые поступают из Донецка, Харькова, Луганска и других городов юго-востока Украины. Видим массовые протесты населения и попытки нынешних украинских властей подавить протесты силовыми методами. Чем быстрее нынешние украинские правители поймут необходимость проведения глубокой конституционной реформы при обязательном участии всего общества, реформы, которая бы установила принципы федерализма, обеспечения равных прав всех граждан и гарантии статуса русского языка, тем быстрее может быть остановлена эскалация этого глубочайшего кризиса. В противном случае хаос, массовое обнищание народа и окончательная потеря государственной самостоятельности просто неизбежны. Урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, стало одной из главных цен переговоров президента России и короля Иордании. Во время встречи с Владимиром Путиным Абдалла II отметил, что Москва всегда играла важную роль в регионе и стремилась к мирному разрешению конфликта. Этому способствуют хорошие отношения между нашими странами и непосредственно между двумя лидерами. Отмечу, что в ходе переговоров также планируется рассмотреть целый ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности перспективы реализации совместных проектов в высокотехнологичных областях, к примеру, в атомной энергетике и военно-технической сфере. Рурналисты российского телеканала Russia Today, которые вещают за рубежом, стали триумфаторами престижной премии New York Festivals. Их фильмы «Кровная месть», посвященный обычаям народов Кавказа, признан лучшим среди документальных информационных программ о гуманитарных проблемах, обойдя работы таких признанных грандов тележурналистики, как CNN. Еще две бронзы канал получил за промо-ролики о новостном вещании на испанском языке и передачу о новых способах применения ядерной энергии в промышленности.